Приветствую вас, дорогие зрители! Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа. Ранний вечер, 20 октября 2023 год. Район набережная Высокого Берега. Район Малой Бухты. Температура воздуха сейчас около плюс 17 градусов. Однако из-за достаточно сильного ветра южного направления порядка 10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду ощущается. Примерно как градусов на 12, на 13. То есть, чтобы выходить в такой день гулять по набережной, нужно одеваться потеплее с запасом, чтобы не продуло. Сейчас у нас время заката. Солнышко, буквы закатной облачности, находится. И сразу хочу прояснить по поводу предстоящих нескольких дней с повышением температуры воздуха. Аномальную жару до плюс 30 градусов в Анапе в ближайшие несколько дней никто из адекватных людей не обещает. По прогнозу погоды будет максимум плюс 23 градуса в тени. Причем, ближайшие три дня в Анапе будут также относительно ветреные. Чуть пословее, чем сегодня будет ветер. Но с порывами до 10-12 метров в секунду. И ветреная погода не позволит проявиться жаре в реальных пляжных условиях. Ужасающая новость потрясла сегодня наш курорт. В Анапе обнаружили притон и штаб-квартиру банды сутенеров. По версии следствия, 37-летний мужчина организовал преступную группу из более чем 10 человек. Преступники подыскивали девушек, чаще иногородних, снимали им квартиру и путем насилия и шантажа заставляли заниматься порицаемым в обществе легким поведением. Сами знаете, каким. При этом некоторые девушки были младше 18 лет. В Анапе притон обнаружен прямо возле парка Ореховая роща на улице Таманской. В настоящее время Средственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сутенеров. Анапский городской суд избирает им меру пресечения. Это невероятно ужасающая новость и будем надеяться то, что всем виновным в данном преступлении назначат максимальные сроки. Это получается, что у нас? Рабство, что ли? В современном виде. То есть похищали, принуждали, шантажировали и заставляли. Это просто это просто чрезвычайно мерзко. Солнышко выглядывает из-за облачности. Вот непосредственно к горизонту приближается. Смотрите, какая у нас красота. Как видите, несмотря на ветреную погоду, все равно по набережной гуляет достаточное количество людей. Вот у нас спуск на пляж Высокий берег в Малой бухте. И ближайшие три дня, конечно же, температура вустка будет еще повыше, но вот ветренная погода не позволит прямо-таки разогнаться, чтобы было по-настоящему жарко. Поэтому нужно будет, если кто собирается приходить загорать на пляже в эти дни, нужно выбирать пляж. Вот, допустим, пляж Высокий берег Малой бухте, как раз-таки который здесь расположен, он защищен от многих направлений ветра и как раз-таки на него можно прийти. Вот, кстати, хочу вам показать, насколько велика разница между обстановкой в самой Малой бухте и за ее пределами. Смотрите, какое спокойное море здесь в бухте и ветер здесь значительно меньше, значительно ниже и, кстати, люди сегодня заплывают и видите, отличное такое укромное защищенное от ветров многих направлений место, где можно искупаться и одновременно с этим если мы перейдем вот туда посмотрим в сторону открытого моря, то мы увидим с вами совсем другую картину вот в один и тот же момент времени. смотрите здесь у нас на море какое море неспокойное там дальше наблюдается шторм пойдем на него сейчас посмотрим и видите серферы пользуются этим моментом ветреным гоняют по морю вот у нас между двумя пляжами серф-станция яд-клуб здесь приходят в такие ветреные дни как раз такие люди которые предпочитают около экстремальные виды взаимодействия с морем такие катания на фоне заката конечно эффектно смотрится здесь дальше у нас железобетонный пляж с лифтом так называемый здесь видите уже побрежье открыто воздействие южного ветра здесь у нас шторм на море конечно же сильный ветер ощущается воздействие сильного ветра но тем не менее смотрите здесь люди посещают сейчас баню с морской водой ну и вот любоваться великолепием заката великолепием морского простора здесь тоже можно главное хорошенько одеться и следить чтобы море не забрызгало а так ветер здесь конкретно сильный и где-то наверное метров на 10 секунду сильнее чем вот в Малой Бухте он собственно был вот люди которые парятся в бане потом выходят и имеют возможность так без переохлаждения несколько минут там несколько десятков секунд погрузиться в море ну тоже видите полюбоваться одновременно и закатом морским простором просто прикольное времяпрепровождение единственное единственное что сегодня достаточно сильный прибой главное нужно быть начеку чтобы не споткнуться не поскользнуться чтобы шторм не ударил волной своей а далее какие здесь волны бьются о железобетонный берег этого пляжа здесь прям вот конкретный шторм не очень сильный но достаточно для того чтобы прочувствовать мощь морской стихии здесь у нас на страже морской пес который устраивает шоу кстати насколько я понимаю он это не просто так делает он это делает с надеждой на вознаграждение так что если вы там допустим носите с собой какой-нибудь пирожок какие-нибудь пряники смело угощайте не стесняйтесь что этот морской пес устраивает шоу я так понимаю именно для людей видите и оглядеться надеяться на вознаграждение от проходящих мимо людей ну и самому конечно же весело от этого процесса уникальный пес уникальная собака на курорте Анапа очень удобное приспособление этот лифт для пляжей в районе высокого берега единственное что он вот в одном экземпляре у нас на курорте Анапа хотя конечно же эти лифты можно было бы и на тех дальнейших пляжах вот которые в сторону пляж 40 лет победы было бы очень классно но увы это весьма дорогое удовольствие лифт и здесь он от санатория Малая Бухта вот самый большой корпус этого санатория виднеется а теперь новость из сферы недвижимости в Краснодарском крае стали строить меньше жилья по статистике Краснодарстат опубликовал данные о строительстве и вводе в эксплуатацию жилых домов в регионе в период с января по сентябрь этого года согласно статистике за 8 месяцев в Краснодарском крае сдали 5,4 миллиона квадратных метров нового жилья при этом 3,3 миллиона квадратных метров это индивидуальное строительство объем сданного в этом году жилья это 95% к объему введенного жилья за аналогичный период прошлого года сверху тоже видите прикольно наблюдать за вот этим будь то морской стихией за тем как волны бьются о железобетонный берег пляжа красота вот кстати один из бесплатных модулей общественных туалетов работает единственное то что нужно брать с собой бумагу потому что бумаги в этих бесплатных модулях как правило нет ну вот даже видите ростовые фигуры ростовые куклы позируют ветер подгоняет самокатчиков катится быстрее получается из-за ветра что касается темпов строительства жилья в Анапе то года три тому назад с приходом нового мэра Василия Швеца было запрещено много таких достаточно объемных строек в Анапе однако по прошествии времени выяснилось то что большинство из этих новостроек они так или иначе пытаются снова возобновиться снова начаться застройщики обращаются в суды выигрывают суды и продолжают застройку почему тогда эта застройка запрещалась потому что еще три года тому назад стало понятно то что если продолжать такими же темпами застраивать Анапу то может возникнуть проблема в плане нехватки объема подачи электроэнергии объема канализации спуска канализации то есть очистные сооружения их мощности не безграничны и ввод в эксплуатацию там очередных жилых комплексов по 10-15-20 этажей это прямо таки всегда значительная дополнительная нагрузка для инженерных систем города поэтому было строительство некоторых жилых комплексов достаточно масштабных 3 года назад запрещено и конечно было выиграно время чтобы сделать какие-то маневры в сторону улучшения ситуации с инженерными системами конечно же нужны в Анапе теперь новые очистные сооружения чтобы их построить это нужно очень много денег но тем не менее пока что в пик нагрузки который бывает в этом прошлом в этом принципе более-менее была ситуация не было каких-то масштабных отключений электронергии по крайней мере в городе и большинстве курортных населенных пунктов таких как Джимтея Витязева Суко а вот на периферии в куторах декоративный фонарик как сильно раскачивается от ветра в куторах в 5 кире 10 15 километрах от Анапы регулярно под видом ремонтных работ выключали подачу электроэнергии но видимо для того чтобы именно в городской структуре курортной структуре этой электроэнергии хватало хотя прямым текстом об этом не говорилось но понятное дело что скорее всего из-за ограниченного все-таки ресурса электроподачи кажется вот в этом году как раз таки Краснодарский край побил новый рекорд по энергопотреблению это мы уже на набережной высокоберега в районе маяка здесь тоже как видите гуляет достаточно много людей тоже такие замечательные виды штормящего моря морской стихии как тут можно гулять любоваться дышать свежайшим морским воздухом главное чтобы одежда позволяла чтобы не продувала насквозь видите вот 17 градусов но люди одеты визуально теплее чем на 17 градусов это все из-за ветра у нас выход на улицу крепостную теперь чтобы какому-нибудь застройщику разрешили строить новый жилой комплекс в Анапе нужно разрабатывать и заключать договор о комплексном развитии территории то есть помимо просто рядов жилых домов в составе жилого комплекса нужно чтобы еще на этой территории была поликлиника филиал поликлиники школа детский сад ну в зависимости от масштаба жилого комплекса там парк какой-нибудь и прочие вот инфраструктурные единицы только тогда будет выдано разрешение но прежнее разрешение которые были отозваны 3-2 года тому назад они по ним застройщики которые их тогда получали они оспаривают в седе и некоторые жилые комплексы возобновляют строительство начинают строительство по решению суда вот кстати сегодняшняя погода наглядно демонстрирует насколько в Анапе может быть ветрено сильные ветра свойственные как раз таки межсезонной Анапе да в сезон тоже бывают сильные ветра но они не такие продолжительные и вот например вот то что мы сейчас здесь гуляем по набережному высокоберегу вдоль моря ощущаем здесь достаточно сильный ветер вот это даже видно по декоративным фонарям по забору покачивается в это же время во многих районах Анапы которые не находятся непосредственно на берегу моря ветер существенно ниже но из-за домов из-за деревьев его сила существенно снижается и поэтому вот ветренность района в Анапе может служить как раз таки фактором для выбора того или иного жилого комплекса то есть если вы не хотите чтобы вы ощущали сильный ветер во многие дни межсезонья то не приобретайте квартиру в жилом комплексе который находится вот рядом с подреждем самые ветреные районы города это у нас район микрорайонов 3А 3Б район жилого комплекса Бельведер район Ореховой Рощи ну и вот чем дальше от высокого берега тем ветра меньше ну нужно учитывать то что Анапа сам по себе достаточно ветреный город не такой ветреный как Новороссийск но тем не менее достаточно ветреный город межсезонья вот друзья такие у нас в Анапе новости ставьте лайки этому видео кто впервые на канале с него подписываетесь делайте репост пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем которые мы затронули в сегодняшнем обзоре меня зовут Максим желаю всем добра желаю всем мира все пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...